так вот пришел термостат на дроссельную заслонку вахлер вот его номер 7129 на модель германии там был еще заказал симекса вышел у меня в рублях 1600 также был оригинал за 300 но лазя по драйву там были так сказать записи о том что даже приходить заказ заказывали оригинал приходил точно в такой же упаковке вахлер а сейчас вот на имейте пишется то что вот за 1600 оригинал и не помню почему а бмш на там пишется типа аналог не знаю может там сайт погнал или чё ну короче вот пришел это есть оригинал почему он дешевле так сказать потому что если заказывать оригинал тут будет написано бмв номерок и все тут он стерт у нас как видно написан только вот вахлер вот на этот клапан переходит двигателя отсюда уже идет на дроссельную заслонку не знаю видно там сейчас не будет там пружинка стоит такой типа открываешься вот тут резиночка стоит так не легкий но не тяжелый средний вес здесь в основном весь вес маленький я думаю побольше вот но оказывается вот он был такой совсем мелкий так что вот при как сказать открывание закрывание об этом ничего не могу найти кто-то говорит плюс там при плюсовой плюс 5 плюс 10 он закрывается кто-то говорит выше 20 и он закрывается эффект я же буду только летом искали если чисто летом то эффективно чтоб дроссельная заслонка у нас в основном всегда жара меньше 30 не бывает только дожди идут и все это редко так что у нас побоево сделано подключил вентилятор сейчас об этом поподробнее потом поставил термостат на дроссельную заслонку вот он получается вот первый патрубок справа с двигателя идет и шланг надо будет менять потому что с двигателя на термостат не доходит только до дросселя шланг поменял и вот второй патрубок он уже идет в дроссельную заслонку взял вахлер снизу напишу номер ставится он подушный короб вот здесь снизу закрытие открытие закрытие кажется не знаю везде пишется по-разному 20-25 градусов так электровентилятор покупал на аджесе вот он как встал вот не знаю посмотрим будет он справляться нет если что на примете потом взять от 46 двухскоростной тут одна скоростной вот фишки вот все проведено в гофре и все я положил вот сюда релишка получается вот такая советская 70 ампер и предохранитель на 40 ампер провода вот который идет на вентилятор толщина 4 все спрятано вот идет масса отсюда потом один идет вот сюда на на плюс и один провод как включение вентилятора чтобы он работал я сделал зажигание но потом наверное либо сразу либо попозже переделось чтобы всегда был включен потому что температура чтобы когда время остывания было чтобы не зависело вот как от обычной муфты заглушила все а так он будучи доработать пока не остынет на 82 градусов не отключится об этом по еще построю пока на дачке не есть и поэтому так сказать не могу ничего сказать так сейчас будем менять термостат взял вот такой вахлер вот номер 40 78 60 . 65 д обошелся он 700 рублей вот тут написано вахлер модель германи на 65 градусов по конечно зиму не пойдет но для лета сама то будет потому что первое я поставил датчик на скорых на температуру на включение вентилятора первого на 87 2 92 тут и не знаю какой стоит термостат потому что еще не вскрывал и как машина прогревается до рабочий на весь на полный круг он не открывает и вентилятор работает всегда надо чтоб как можно меньше взять термостат вот я взял вчера счет 5 градусов на 65 откроется полный круг вентилятора не будет работать пока не достигнет 87 градусов либо могу переключить на 92 на второе так сказать положение это еще надо будет так все проверить как можно заведется посмотреть как чё будет работать и вот такой герметик американский под термостат и еще чё сейчас пойдемте покажу как я провел к зажиганию вот все идет в гофре и вот тут снизу отделение такое с резиновым уплотнителем там снизу есть отверстие и сразу проходит на зажигание патрубки пока стал родные резиновые силиконовые не могу найти сейчас как я их найду я сразу поменяю патрубки верхние и нижние хомуты поставил хомуты еще два поменяю потому что два уже так сказать сорвал и наверное проставку поменяю или не поменяю она на газеликах так и заменил вот этот фэби заказал 1 90 91 градусов 2 90 градусов так чё нас тут все провода от вентилятора все в гофре ничего нигде так сказать не высоток а вот здесь если тоже потом аккуратненько заделываю все получается вот это у нас вот это у нас минус идет вот а первая скорость зеленая вторая скорость первая скорость 87 2 92 но не скорость это этот замыкание как его идет так потом чё и дело чтоб температура двигателя показывалась на приборке сейчас покажу как первый датчик идет на температуру на мозги второй датчик идет сейчас картинку ставлю на приборку датчик стоит двухконтактный и у многих но можно конечно прямо оттуда минус делать вот надо будет так сказать разрезать провод и отдельно делать минус но можно сделать вот здесь вот в этой так сказать как она называется скрыли вот это отверстие тут у нас получается приходит так сказать масса с датчика который идет на приборку по температуре он получается у нас 11 так вот он 11 номер приходит и вот 11 13 12 11 и его дальше нет получается масса не идет на на датчик поэтому сюда проводим либо провод его можно такую же поставить заглушку чтобы она входила сюда либо вот здесь разрезать провод он получается идет коричнево-желтым и прямо отсюда провести на кузов либо как нить другими аккуратными путями я бы камень ставил туда ну на днях проведу либо снизу делала такую заглушку либо аккуратно сюда врезать провод и проведу в общего цена в масса так что если не показывает приборка на датчик на приборке температуры либо там если двухконтактный значит вот здесь приходит масса и отсюда она никуда не дается значит в этой схеме нет массы 11 получается ссылку на подробное описание я скину получается 11 либо 1 1 контактный прям там можем быть прямо оттуда на массу пустить тоже ну либо уже датчик там сдох если вот это ничего не поможет так сейчас у меня термостат снимаем у кого-то здесь муфта вот там эти стоят диффузоры и снимать диффузор муфту многие снимают но можно не снимать и поищите ссылки на drive есть там все описание верхний патрубок снимаю сейчас сниму нижний отодвину его получим отнимут уж антифриз антифриз я уже несколько раз воду сюда не заливаю прикажем слить и разлить и антифриза заливать столько антифриз никакой воды так сколько у нас тут 1 2 3 4 шпильки стойного болта сейчас мы их открутим и вытащим наш так сказать корпус термостата он у нас алюминиевый так что продолжаем так вот открутил нижний патрубок снимать его помощь не стан тут антифриз начинаем откручивать крышку термостата получается вот этот болт у нас идет на 14 и вот остальных три также по так сказать по плоскости по диагонали на таком же промежутке только снизу на 10 11 14 и 1 2 3 на 10 и также еще придется открутить вот тут у нас получается такая пластмасска вот так она стоит это у нас идет датчик на коленвал его откручиваем даже без него этот болт ну как-то можно лучше снять потому что не пролазит трещотку так что снимаем дальше так вот получается крышку термостата алюминиевая вот тут чуть-чуть ржавчина сейчас попробую зачистить ее крепится вот до 4 болта 3 на 10 11 14 бмв так что у кого стоит пластмасса ставим алюминиевый и вот то что у меня удивило тут не было термостата так что не знаю что в чем надо будет смотреть потому что нижний патрубок был холодный вент сработал 87 будем думать сейчас поставим а сначала зачищу от ржавчины защищу вот эту оконтовку потом там беру весь лишний герметик чё как вот тут полностью все счистил щеткой алюминиевый внутри тоже где были кусочки ржавчины убрал промыл бензином тут вот тоже все как мог сделал так что как то так сейчас будем зачищать там вот щеточка наша вот я тут тоже себя чистил щеткой сейчас только вот это все остатки соберу смотри начнем со вот поставил термостат промазал герметиком аккуратно все вот тут стоит резинка спереди как я прочитал вот где типа воздух хоть должно быть сверху вот я поставил наверх я стрелки там не было сразу говорю и этот тоже промазал сейчас ждем от пяти до десяти минут как герметику возьмется и будем ставить все на место крышка на месте промазал болты и резьбу медной смазкой так получается закручивать крест-накрест этот 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 как намазал силиконом эту и к на блоке которые от вести и крышку подождал 10 минут и начал ставить и потихоньку затягивать так вот эту приблуду искал на но в течение недели нашел а то все было под откос подрезанная для чего нашел чтобы сделать массу на приборку чтобы не колхозить а вот эту голову вот эту защитную тут не прорывать что провод не резать здесь нашел специально вот эту сейчас вытащить вытащил уже пины час один вот вот черно-желтый который как на старте вроде идет я вообще заберу все на массу на приборку аккуратно ставим снизу массу пройдем вот на кузов все будет тип-топ все красиво ничего нигде не подрезано так провод но вытащили сейчас будем аккуратненько его спин вставлять в 11 и будет у нас масса на приборку и будет показывать у нас датчик температуры все датчик точнее вот пин я поставил вот он получается 11 пин вот на него масса пойдет на приборку на датчик температуры и все она заработает без какого-либо надреза сверху колхоза тоже я уберу это потом решил это у меня почему-то я не знаю я уже взял такую машину он на старте тут шел там снизу вот пин есть он выходит почему-то именно таскать отсюда не сделан я не знаю буду потом смотреть так домкрата у меня сейчас не было старые два сломались снимать кулисы пришлось вот отсюда как это происходило вот вся рука так сказать вот от этого угла поцарапаны вот это самое она у меня спереди шаталась ее просто я не знаю может и вот это вот не поставили чё просто когда коробку стояли меня там не было я уж поставили машину опустили я через два дня забрал вот что значит не уследил вот это может быть не поставили либо ее просто вот так сказать не закрепили муж когда кулиса мне вообще вот так ходила прямо до этих боков доходила и скоростя вообще не было понятно последняя вторая вот сюда вниз куда-то 1 он туда и очень жестко было и вообще шатала все стороны получается вот такой сейчас люфт у нас увидите сейчас покажем вот как ходит вот эта резинка вот эта резинка тоже все шатается тоже все так сказать ходит вот это белая я покупал в оригинале бмв что отдал рублях 800 рублей это еще в пятнадцатом году в конце так что я тут сначала думал за нее нет потом почитал полазил надо вот эти все втулки вот здесь менять либо такую же резину вот бог под либо чем другой замочил посмотрим вот это в сзади тоже который идет и сейчас вот тягу снял тягу я долго снимал минут 20 получается вот это у меня отошла туда я просто долбанул сильно она вылетела походу не была закреплена потом снизу пролез рукой вот эту тягу она ж вот так стоит и получается вот этот стопор рукой вытащил вот он здесь стоит чик тяга отсюда вышла потом вот это выбил через низ скинул земли подобрал вот это все полностью и минут 20 убил который вот это крепится на коробке сейчас фотку покажу как она там крепится чтобы было знать и вон ту которую к ней вот это куда проходит в коробку я тоже на вот поменять так что вот полчаса времени и отсюда снял курицу нереально тоже думаю но за то что за тяга не была затянута слетела и все остальное таскать было уже легко и вот эту либо найти целый буш 0 после сколько стоит оригинал тут какой-то номер один двести двадцать сто восемьдесят пять и снизу восемьдесят восемь 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 девять и вот по этой то что он тут сварено ничего такого или поменять лучше так всем здорово все не получается забрал патрубок от друга сказала д за что ему отдельное спасибо так получается патрубок забрал теперь смотрите вот эта часть встает вот на эти шпильки вот они идут у меня не стоят у кого-то их нет придется самим сверлить и вставить они у меня уже были вот тут завода уже есть вот это отверстие это получается вентилятор нагоняет нижний корпус там будет дырка тоже потом чуть позже покажу воздух салона и выгоняет его через этот патрубок который вот стоит так сказать вот так на эти шпильки и вот туда получается то отверстие сейчас включу вот получается это отверстие не надо ничего там так сказать чем-то резать она уже завода там вот так сказать про на вы штампана надо будет только вот по центру и по углам хорошо чем-нибудь долбануть я вот взял сверху молоточком потихонечку и она уже почти так сказать отошла там уже ковролан лежит она отпала и получается вот сейчас вот этот патрубок станет туда это на шпильки здесь надо будет нам сейчас аккуратно вырезать вот вот это отверстие потом все везде покрыть силиконом чтобы нигде вода не просекала и вот наш сам вентилятор берет забор воздуха получается вот отсюда с салона вот этой часть вставляется уже сейчас в тот нижний кожух вот сейчас вот так он туда сейчас встанет покажу воздух берем с салона и датчик уже ставим в тот корпус где стоит где стоит мало нас мозги получается так сейчас посмотрим если получится то вот это не буду снимать если никак не будет выходить то придется эту снять так и отверстие которое мы сейчас выбрали получается вот от этой секции вот тут справа она появляется вот она теперь остается только сейчас дома стану мозги вот тут шумку от ковыряю а да вот тут который отверстие круг круглая есть выходит к мозгам его тоже выбить вставлять уже наш охлаждитель мозгов получается датчик на срабатывание вентилятора вставляется вот сюда тут вот такая заглушка была резьба уже нарезано все есть просто оставляем датчик подключаем все зажигание вот тут плюс отсюда берем и все с датчиком пока еще не определился какой поставить и насколько точно инфо еще не нашел чуть попозже это вот вот тут видно отверстие заглушку которую видите сейчас надо будет ее так сказать пробить и вставлять уже вентилятор но вот на эту заглушку нам еще нужно будет так сказать резиновое кольцо уплотнитель вот с этим пока мись беда уж надо будет его искать этим еще не занимался в нижнем коробе получается эти идет входное отверстие воздуха пробиваем круг молотком по границе круга выбиваем его получается выбивается нелегко минут 15-20 потратил чтобы не сломать весь корпус выбил все хорошо тут слева у нас идет отверстие под с резьбовой же поддатчик включения вентилятора какой температур еще не узнал вот и все вентилятор который покупался от gs 1 1 скоростной я его продал взял привозной с бм-46 ждал наверно вместе вот такие тут тоже проводочки толстые оригинальный немецкий там все под этой под защитный так сказать сейчас снимать не буду там от плаги все защищено вот провода идут но почему-то вот тут зеленый выходит а тут уже идет красно-синий не знаю почему это наверно первая скорость вот это вторая это маленький минус фишка вот фишка тут получается как новая так 46 вот такой толщины 6 лопастной 2 скоростной сейчас будем смотреть как его поставить можно будет аккуратно и все по стилю только бмвшные запчасти так получается снова радиатор покупала новый предыдущий владелец не знаю какой фирмы но если что-то с ним будет как машина ну там поедет где-то что-то потекет паять не буду буду заказывать сразу алюминиевый полностью двух или трехслойный сейчас будем ставить аккуратно от 46 на 34 на кондерный радиатор там получается вот эти нижние пазы на 46 получается с левой стороны он ниже идет он нам чуть-чуть аккуратно красиво подпилить а тут он не доходит сейчас будем сейчас вот увидите сами вот поставил я его получается вот тут надо будет чуть-чуть мой тут я не знаю еще посмотрю саму нашу вот эти пазы встал ведь это длине идет надо будет чуть покоротить чтобы он сел на этот получается не достает и снизу как-нибудь под придумываю крепление а так вот как он садится у меня есть старый диффузор сейчас с него буду крепление брать так что смотрим что из этого выйдет я сейчас занимаюсь перестановка от радиатора вентилятора сорок шестой с привозной взял на родной радиатор на м50 двигатель кондерный ничего так сказать отламывать отпиливать не надо будет сейчас покажу в чем пускать маленький минус так получается надо будет сделать вот здесь где кончается на так сказать заглушку которая вставляется суда короче на заглушки сделать влево и вправо тут они есть но они тут уже и она длиннее идет а тут так сказать шире но не доходит поэтому чтобы ничего не отламывать у меня был диффузор сломанный но заглушки все целые я заглушки все аккуратно отрезал и на двухкомпонентный клей все посадил вот нижняя заглушка получается верхняя то получается верхняя нижней тут нет тут вот на углу вот это тоже доходит но сейчас уже меньше сейчас тут тоже что-нибудь сделаем потом сверху вот на эти я не буду садить здесь аккуратно маленькие дырочки и на болты которые есть уже отверстие в радиаторе что вот так так все получается поставил от 46 на 34 двигателем 50 двигатель с двигателями 50 радиатор кондерный так резать мне пришлось но можно не резать на сильный сгиб будет вот тут кусочек маленький вот видите он получается вот так прям ушел и вот это под изгиб шла так вот здесь вот родная ничего не отрезал вот тут маленький который загибчик идет я срезал оттуда стал со старого диффузора этого вот этот паз срезал со старого диффузора и посадил на двухконтактный клей снизу получается вот это родная заходит но не так плотно получается я сверху наклеил еще одну там где-то полмиллиметра пластмасски на двухкомпонентный клей и она упирается прямо сюда и стоит очень плотно также вот этот паз я со старого диффузора самого низу взял на двухкомпонентный клей вот он клей здесь я не стал делать потому что сильный изгиб получается ну и сверху вот на 2 болта держится он очень крепко как родной диффузор ничего не день шатается стоит очень плотно поставил от 46 вентилятора на 34 прорезать ничего не пришлось только слева вот здесь маленький косячок а просто добавил уголки крепления которые идут нас а на самом радиаторе со старого диффузора и все а так весь целый и вот здесь просто два болтика набор там сверху потом тут сверху закроет все аккуратно и ничего видно не будет вот так так короче сейчас мы устанавливаем амортизатор бардачка есть вот такой вот железный с 38 кажется не помню точно есть вот такой пластиковый я установил пластиковый потому что он медленнее у него идет закрытие и чуть-чуть подлиннее сверху закрепила можем просто было чем болтик чтоб шаталась но я сделал так чтобы он ровно стоял и не было никаких колебаний а снизу получается вот на эту железку я снял железного амортизатора вот это крепление поставил туда и все зазор выставил как мог дальше уже не получается сверху тоже так ну вот смотрим замок потом я куплю конечно вот открытие медленно аккуратно и красиво закрыли открыли почти на три секунды нормально так что ставим амортизаторы бардачка вещь кайфовая сейчас чуть позже замок куплю тогда еще раз посмотрим как